Для нужд крупнейшего в Заполярье предприятия мясопродукты будут построены дополнительные помещения. На эти цели задействуют федеральные средства. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного на предприятие. Александра Литкова продолжит. В морозильных камерах одного из крупнейших промышленных предприятий Ненецкого округа находится более 500 тонн мяса, большую часть которого составляет оленина. По словам директора ООО «Мясопродукты» Казимира Кабалоева, сырья для производства продукции достаточно, однако камер для его хранения не хватает. Мы в прошлом году, в прошлую убойную кампанию заготовили только оленина на 900 тонн. У нас морозильные емкости не позволяют хранение в таком объеме. Были серьезные проблемы в условиях хранения, потому что у нас не только оленина, у нас есть говядина, есть свинина, есть птица. Всего у нас хранение, нужно обеспечить условия хранения на 1100 тонн, единовременного хранения. Поэтому перегружается всегда основной холодильник финский, который 500 тонн. Вместо 500 тонн мы туда загружаем 750-800 тонн. Это недопустимо. Основной так называемый морозильник удалось разгрузить благодаря покупке контейнеров на 150 тонн. Кроме того, предприятие планирует построить склад для хранения специй общей площадью 300 квадратных метров. Строительство запланировано за счет кредитных и федеральных средств. Проектно-изыскательские работы завершим в этом году. Хотелось бы вообще-то монолитные работы, все бетонные работы завершить до конца октября месяца. Если мы успеем до конца октября месяца, погодные условия позволят, хорошо, нет, тогда перейдем в следующий год. Но строительство должно у нас занять не более 12-13 месяцев. Это уже под ключ. На данный момент на предприятии идет реконструкция колбасно-кулинарного цеха. Все необходимое оборудование завезено. Монтажные работы будут завершены в течение сентября. Это предприятие перерабатывает всю оленину, которую мы производим в округе. Поэтому от того, как это предприятие зависит, напрямую, как развивается оленеводство. Проходит забойная кампания, холодильные камеры забиваются олениной, и в течение года предприятие работает. Мы с вами видим эту продукцию уже на прилавках. И если вы замечали, некоторые виды продукции, они пользуются таким повышенным спросом, что зачастую, заходя в магазин, говорят, а ее уже нет, будет завтра, послезавтра. В целом предприятие, несмотря на то, что с большой историей, и не новое, совершенно не новое, тем не менее, работает стабильно, хорошие экономические показатели. Добавлю, что в этом году были открыты новые фирменные магазины общества в микрорайоне авиаторов, а также в Архангельске, что позволяет создавать новые рабочие места. На сегодняшний день на предприятии трудится 189 человек.